Международный форум деловых контактов Брест-2022 – отличная возможность наладить общение с представителями делегаций из разных стран. А всего на диалоговой площадке у них участвовало 15. Председатель Брестского обл. исполкома Юрий Шулейко, имея такую возможность, провел ряд встреч с чрезвычайными полномочными послами Индии Алоком Ранджаном и Армении Размиком Хумаряном. Основная тема для разговора – взаимовыгодное сотрудничество. Тем более, что в нынешней мировой политической и экономической ситуации для этого образовалась хорошая почва. Обычно такие встречи Юрию Шулейко начинают с представления гостям преимуществ Брестской области. Вы знаете параметры нашего, так сказать, развития нашей промышленности, в чем мы тут сильны. Конечно, это мясо, молоко изначально, которое сегодня тоже на ваш рынок отправляется. В том числе это машиностроение, это деревообработка, это лес, это пиломатериалы, это, так сказать, производство различных тканей, в том числе постельного белья серьезного уровня. Кроме того, это, так сказать, отчасти филиалы заводов «Атлант» холодильник, где делаются компрессора, различные наши машиностроительные заводы и прессовое, так сказать, оборудование станков непосредственно. И то, что сегодня касается частично сельхозтехники, которую мы сегодня выпускаем, опять-таки. Но такие, если брендовые вещи Брещен, это продовольствие питания, это продовольственные товары, мясо, молоко и продукция. Конечно, это деревообработка, это плитный материал сам по себе, это наше богатство леса, которое мы получаем. Мы получаем пиломатериалы непосредственно наука, здравоохранение, культура, то, что мы можем находить сегодня, общие языки, так сказать, для того, чтобы понимать, в каком направлении нам сегодня двигаться. Для индийского посла Алло Каранджана это первый визит в Брестскую область и город Брест в частности. И, тем не менее, он отметил, что его страна тепло относится к Беларуси. Высокопоставленный дипломат отметил, что Брестская область имеет огромный коммерческий потенциал. И, несмотря на то, что сегодня товарооборот с юго-западной частью Беларуси относительно невысок, в будущем есть все возможности для его наращивания. В первую очередь, это текстильная промышленность. Как я узнал после своего первого визита, это действительно та отрасль, которая развита, особенно в Брестском регионе. Как вам известно, в Индии отрасль текстиль также развита очень хорошо. Вторая область – это новые технологии. В принципе, вся Беларусь имеет высокое развитие, и Брестская область в частности. То есть, IT-отрасль нам очень интересна. Ну и, конечно же, туризм. Брестская область обладает огромным потенциалом. Мне бы хотелось, чтобы индийские граждане приехали сюда, а белорусы приехали в Индии. Еще 11 апреля 2011 года подписано соглашение между Брестской областью и Араратским марзом Республикой Армении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. А уже 16 июля того же года была подписана программа о реализации пунктов апрельского соглашения. Тем не менее, на сегодняшний день взаимовыгодное сотрудничество двух стран не на самом высоком уровне. Однако, во время встречи чрезвычайный полномочный посол Армении Размик Хумарян, в свою очередь, отметил, что видит огромный потенциал города Бреста и Брестской области в развитии туризма. Мы участвовали здесь вчера и сегодня в форуме, который реализовал Брестский область-фальпом. Было очень интересно все это послушать, увидеть, поездить, посмотреть. У вас в том же туристическом плане очень много чего можно посмотреть в Брестской области. Я по своей первой работе несколько лет, шесть лет, живя в Беларуси, очень много видел, сам посмотрел. Я и про Пинск, очень тихий, уютный, хороший городок, и про Косово, ну и про Пелорусскую кущу уже не мне, не мне сказать, что мы будем проводить, это вообще мировой известностью объект, так что мы сейчас будем активно развивать туризм. А в Армении, вы знаете, в Армении вообще туристическая Мекка для тех, которые туда решатся посетить. У нас активно развивает сейчас гастротуризм, экстремальный туризм, полномоческий туризм, так что добро пожаловать в Каминю. Начиная с 2015 года между Белоруссией и Пензенской областью Российской Федерации подписаны ряд соглашений о сотрудничестве торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Делегация Пензенской области навстречу приехала в полном составе во главе с председателем правительства Николаем Симоновым. Поговорили о главном, об импортозамещении, об образовании, а также о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Тесное общение регионов двух стран взаимоположительно сказывается на экономике таковых. Вот мы уже в кратенькие итоги подвели, мы понимаем о том, что в каждом направлении у нас очень-очень много общего. И в плане экономики, вот дальше мы уже начинаем заниматься на уровне заводов, то есть принципиально мы договорились, где мы понимаем общие задачи, и потихоньку опускаемся уже до руководительных предприятий. Мы планируем дальше уже, какие предприятия едут к нам руководителям, какие к нам, и мы уже строим дальнейшие планы. А планы очень-очень, коллеги, большие. Вы понимаете, да, что происходит у нас сегодня в мире. Поэтому, как и для вашей республики, как и для Российской Федерации, не забываем о том, что у нас союзное государство, уважаемые коллеги, правильно? Поэтому нам все вместе решать те вопросы, те вызовы, которые мы сегодня имеем. Цель встреч в первую очередь заключалась в налаживании межличностных контактов, чтобы в будущем общение представителей стран проходило исключительно в положительном контексте. В результате нынешних переговоров удалось договориться о наращивании взаимовыгодного сотрудничества. Если и дальше такие встречи будут проходить в рамках подобных диалоговых площадок, как Международный форум БРЕС-2022, то страны-партнеры станут странами-друзьями. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова